Домашние животные О пользе которых уже говорено-переговорено Хотя не стоит забывать и о мясе этих птиц Которое также признано диетическим и действительно очень вкусное Так почему бы не заняться разведением перепелов у себя на даче? Сегодня в энциклопедии домашних животных Мы расскажем о породе перепелов фараон Насколько сложно и хлопотно их содержание и разведение в домашних условиях Перепел – птица подсемейства куропатковых, отряда курообразных В прошлом перепел был предметом добывания Во-первых, как дичь, употребляемая в пищу Во-вторых, в качестве певчей птицы И в-третьих, вы будете удивлены, для устройства перепелиных боев Перепел фараон, о котором мы говорим сегодня Является одной из популярных пород Поскольку отличается более крупным размером тушки и неплохой яйценоскостью Перепела породы фараон – это результат кропотливой работы селекционера из Соединенных Штатов Амарша Главным стимулом для выведения новой породы Являлась потребность в создании мясных перепелов с достаточно большими тушками Пригодными для кулинарных целей Подробное описание перепелов породы фараон Следует начать с их главного достоинства – веса Масса самки может достигать 300 граммов Самцы немного меньше Их вес колеблется от 200 до 270 граммов Для сравнения Средний вес диких перепелов – около 130 граммов Петушки могут спариваться при достижении полуторамесячного возраста А перепелки породы фараон Начинают откладывать яйца в 6-7 недельном возрасте Пониженная яйценоскость – в среднем 200 яиц в год Компенсируется более крупным размером яиц Обычно средняя масса достигает 15 граммов Своим внешним видом перепел фараон напоминает дикого сородича перепела обыкновенного Коричневые перья щедро разбавлены белыми и черными вкраплениями Специалисты считают такую естественную для диких перепелов окраску Товарным недостатком фараонов Исходя из вышесказанного, выделим главные достоинства и недостатки перепелов породы фараон Достоинства – большой вес тушки, более крупные яйца, скороспелость Недостатки совсем незначительны Непрезентабельный вид тушек, сравнительно небольшая яйценоскость, более требовательны в уходе С учетом более крупных размеров, содержание перепелов фараонов осуществляется в более просторных клетках Например, стандарт для японских перепелов – 80-120 птиц на метр квадратный полоклетки Для каждой особи фараона необходимо около двух дециметров квадратных площади Высота клетки не должна превышать 30 сантиметров Фараоны, как и другие перепела, нуждаются в длительном световом дне – норма 17 часов Однако штучная подсветка не должна быть слишком яркой, иначе птицы становятся пугливыми, а иногда начинают вести себя крайне агрессивно Одной лампочки на 40-60 ватт будет достаточно на небольшое помещение Необходимо также соблюдать стабильный температурный режим – 18-22 градуса Если в помещении холодно, перепела сбиваются в тесную кучку и могут погибнуть, толкая друг друга Одно из главных условий нормального самочувствия перепелов – постоянная потребность в свежем воздухе Она связана с ускоренным процессом метаболизма у птиц Помещение нужно регулярно проветривать, а для регуляции влажности обязательно поставьте в месте, где содержатся птицы, открытый таз с водой При вентиляции помещения нельзя допускать сквозняков Регулярные сквозняки провоцируют порчу и выпадение перьев у птиц Снижение яйценоскости и даже гибель перепелов Порода перепелов фараон особенно нуждается в сбалансированном питании, поскольку к яйценоскости добавляется необходимость быстрого набора веса Базисом кормления перепелов являются комбикорма Из зерновых должны преобладать молотая кукуруза, ячмень, просо и овес В теплое время года нельзя забывать о зелени Мелко нарезанные разнотравья, клевер, люцерна должны ежедневно присутствовать в рационе В зимний период желательно замещать недостаток обычной зелени пророщенным просом или пшеницей Необходимо также регулярно давать листья капусты, тертую морковь, свеклу и другие овощи и корнеплоды Для образования яичной скорлупы в кормушках постоянно должны присутствовать толченая ракушка или скорлупа от куриных яиц, мел, а также поваренная соль Первые 15 дней жизни молодняка количество сырых белков должно быть максимальным Самки нуждаются в большем количестве кормов, поскольку питательные вещества идут также на формирование яиц Кормление производится 3-4 раза в день, в одни и те же часы При естественном освещении начало кормления смещается на 7-8 часов утра Когда в помещении начинает проникать свет, а заканчиваться должно около 4 часов вечера В летний период режим кормления можно менять с учетом длительного естественного освещения Не стоит наполнять кормушки под самый верх, так как во время еды часть кормов неизбежно будет разбросана неаккуратными перепелами Вода в поилках должна меняться каждые 2-3 дня, поскольку в теплом помещении она быстро портится и может повлечь расстройство желудка у птиц Если же такие проблемы все же возникли, то в воду можно добавить немного марганцовки или левомицетина Перепелов породы фараон обычно разводят таким же образом, как и других домашних птиц Минусом является то, что в процессе селекции они утратили свои родительские инстинкты Поэтому появление молодняка возможно, главным образом, путем инкубации перепелиных яиц Для разведения перепелов фараонов необходимо учесть некоторые общие для этого семейства особенности Для создания удачной пары лучше брать петушка и курочку из разных стад Если они из одного выводка, то оплодотворенность яиц может снижаться наполовину Наиболее производительными считаются самки в возрасте от 2 до 8 месяцев У самцов же этот срок еще короче Максимальный срок использования курочек и петушков 3 месяца Идеально, если они к этому времени достигнут 20-22 недельного возраста После этого их заменяют новыми Для получения яиц в клетку садят перепелов и перепелок в соотношении 1 к 2 или 1 к 4 соответственно Чтобы предотвратить попадание внутрь микроорганизмов, полученные инкубационные яйца можно брать только чистыми пальцами и только за острый и тупой конец Зародыш в яйце может сохранять свою жизнеспособность довольно долго, до одного месяца Однако его хранение требует определенных знаний и навыков Лучше все-таки закладывать в инкубатор яйца, которые хранились не более одной недели На 17-й день нахождения в инкубаторе из яиц вылупляются цыплята перепелов Многие практикующие птицеводы очень позитивно отзываются о перепелах-вараонах По сравнению с более мелкими сородичами, эти перепела могут в полной мере удовлетворить потребность человека в диетическом мясе Менее интенсивная яйценосность с лихвой покрывается более крупным размером яиц Интенсивный рост перепелов и относительно небольшие издержки на корма – главные причины высокой рентабельности их содержания и разведения В нашей стране перепела породы фараон содержится на очень многих хозяйствах и подворьях Ведь яйца и мясо этих маленьких птиц невероятно полезны для здоровья А сам процесс содержания перепелов породы фараон, как вы теперь знаете, довольно прост Подумайте, может быть и вы захотите завести этих птиц у себя на даче? Это была передача «Энциклопедия домашних животных» на телеканале «Дача» До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»